Первое выступление профессор Кисляк Оксана Андреевна, второй медицинский институт, место диуретиков, лечения артериальной гипертензии. Я вас приглашаю на подиум. Спасибо. Добрый день, вернее вечер действительно уже, Павел Андреевич, коллеги, всех приветствую. Тема, казалось бы, такая, которая уже многократно обсуждалась, это лечение вообще артериальной гипертензии, но по сути она неисчерпаема, потому что проблем все равно остается много в нашем, так сказать, обществе и в нашей медицинской части решения, да, вот этих задач. Снижение смертности, заболеваемости. Что можно сказать вот на сегодня? На сегодня мы, конечно, имеем более жесткие цели по контролю артериального давления. Дело в том, что вы прекрасно знаете, в 2018 году европейские, потом серия наших рекомендаций подтвердила эти целевые параметры и фактически, пусть первичной целью для всех пациентов является снижение давления меньше 140 на 90, Тем не менее, для пациентов до 65 лет нам предлагается быть, в общем, более энергичными, более активными и, конечно, в этом плане мы становимся, ну, как бы людьми с врачами, докторами, людьми с более сложной проблемой. То есть достичь 130, может быть, даже ниже 130, это, конечно, довольно сложно. При этом, как бы все, что происходит у нас, к сожалению, свидетельствует о том, что 70, а то и более процентов пациентов с артериальной гипертензией никаких, конечно, целевых цифр не достигает. Да, то есть вот мы не решаем этой важной задачи контроля артериального давления. И это, по сути, данные, которые еще относились к необходимости снижения давления только менее 140 на 90. То есть, конечно, мы могли бы так сказать, что эта проблема такая локальная, но это, конечно, совсем не так. И, по сути, эта проблема во всем мире существует. Больше или меньше процентов контролируют артериальное давление. Это, конечно, вопросы такие обсуждаемые, меняющиеся цифры. Но все медицинское сообщество, наверное, все-таки стремится к тому, чтобы выработать оптимальную программу, оптимальные алгоритмы лечения пациентов с артериальной гипертензией. И вот к 2018 году такие алгоритмы, по сути, были выработаны. И это, конечно, было на основе многочисленных исследований. То есть это не такой подход, не волюнтаристический, так скажем. И в чем же суть? Суть в следующем, вот в этих рекомендациях мы должны всем практически пациентам, кроме очень небольшой группы, назначать сразу в начале лечения, в начале установления диагноза, двухкомпонентную терапию. Это необходимо для того, чтобы быстрее, эффективнее снижать давление и достигать целевых цифр. Но это еще и важно с позиции вот таких особого менталитета, пациентов, которые в целом, конечно, стремятся уменьшить число, так скажем, препаратов, которые они получают. И отсюда начинаются такие действия, которые вот даже были специально обозначены вот в тех новых принципах европейских рекомендаций. Вот как вот этот абзац. Если начинать с монотерапии, то потом наши пациенты очень неохотно переходят на двухкомпонентную. Но это все-таки решаемые, конечно, вопросы. Но есть еще один очень важный принцип – это провозглашение вот этой стратегии одной таблетки. Конечно, это делается для того, чтобы была выше приверженность к лечению, так как приверженность на самом деле низкая. И связано это с очень многими обстоятельствами, с возрастом пациентов, с организацией системы здравоохранения, с тем, как много болезней у пациента и как много препаратов он применяет. Ну и, конечно, также и с побочными эффектами, которые ряд препаратов, безусловно, могут вызывать. Ну и, конечно, хочется, так скажем, подтверждать то, что мы говорим. На самом деле было такое, в общем, знаменитый такой метаанализ, исследование ГУПТА. Но вот в данном случае это уже, так скажем, данные такие, ну, более поздние. И тоже все четко. В какой бы метаанализ мы ни взяли, какие бы исследования ни анализировали, совершенно очевидно, что приверженность лучше именно в фиксированных комбинациях. И, по сути, это определяет наш выбор. И тем не менее, да, тем не менее. Все-таки хотелось бы сказать, что вот говоря о лечении пациентов с артериальной гипертензией, не будем забывать, что все-таки есть и ситуация, когда мы можем использовать, и даже, как бы, так получается, что вынуждено использовать, свободные комбинации. Ну, конечно, одна из главных причин просто потому, что препаратов много, препараты эффективные, но, конечно, мы бы хотели, может быть, фиксированную комбинацию этих препаратов использовать, но их просто нет. Потом, вот когда конкретный выбор препарата мы осуществляем, мы всегда еще ориентируемся на некие особые характеристики препарата и на особые клинические ситуации, алгоритм лечения при которых отличается от основного, и нам приходится препараты комбинировать, менять и так далее. Еще есть проблема, связанная, как я уже говорила, с побочными эффектами, и тогда мы вынуждены также переходить на комбинацию свободную. Перевод больных с монотерапией тоже, особенно у определенной категории, о которой сегодня несколько слов я скажу. Ну и, наконец, вот тот алгоритм, на который сейчас мы, так скажем, посмотрим, да, это так называемое лечение пациентов, вот на втором этапе и на третьем этапе. Второй этап – это необходимость уже трехкомпонентной терапии, ну а третий этап – это резистентная артериальная гипертензия. Там сто процентов мы будем работать с свободными комбинациями или сфиксированные, плюс дополнительно препараты. Итак, вот современные все исследования, анализы, консенсусы позволили нам выработать вот этот корневой такой алгоритм или стратегию фармакотерапии. Она называется, это стратегия при неосложненной артериальной гипертензии, но это такой немножко не совсем правильный, такая правильная терминология, потому что, по сути, этот же алгоритм мы используем и при цереброваскулярных заболеваниях, и при сахарном диабете, и при заболевании периферических артерий и так далее. Ну, в чем суть? Вы ее прекрасно знаете. Это обязательно основу должны составлять блокаторы ренина, ангиотензина, альдостеронной системы, а вот вторым препаратом должен быть либо антагонист кальция, либо диуретик. Ну, есть, конечно, проблемы и в выборе блокатора рениновой системы. То есть нам все время этот выбор приходится делать, либо ингибитор АПФ, либо сортан. Два слова только скажу о том, что сегодня абсолютная уверенность у нас, что при артериальной гипертензии, я не говорю про ИБС или ХСН, абсолютное равенство есть ингибиторов и сортанов по эффективности, по влиянию на конечные точки. Но сортана, конечно, менее такие, вызывающие побочные эффекты, и отсюда более высокая проверженность. Но есть и второй выбор. Выбор между антагонистом кальция или диуретиком. Этот выбор очень важный, и даже, наверное, можно сказать, что он, может быть, даже более важный, поскольку все-таки есть такое вот стремление, как бы развести вот эти потоки пациентов и показать, что есть какие-то портреты пациентов, для которых более полезна комбинация с антагонистом кальция, а для других с диуретиком. Однако я должна сказать, что это немножко неблагодарная такая задача, и вот поставить абсолютно точки на И и сказать, что это дело такое стопроцентное, конечно, невозможно. Тем не менее, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вот эта комбинация, диуретик с блокатором роженино-ангиотензиновой системы, она является такой, знаете, ну просто конгруентной, взаимодополняющей, потому что вот эти два все-таки основных механизма, конечно, мы не умаляем значение и симпатической нервной системы, но все-таки вот ренино-ангиотензиновая система и вот этот натрий-объемзависимый механизм, они, конечно, сочетанное влияние нашими препаратами на эти механизмы позволит у большего числа пациентов, по сути, вот, ну контролировать патогенетически, да, вот этот процесс гипертензионный. Хочу также сказать, что еще полезность такой комбинации, она, конечно, связана с тем, что при подавлении одной из систем активируется другая, и поэтому совместное подавление будет более таким правильным подходом. На самом деле, если говорить о разных-разных всяких так называемых показаниях, их очень много, и они, в общем, все правильные, но, тем не менее, не будем, конечно, забывать, что мы говорим о классе, да, препаратов, но в то же время есть и представители. Вот если взглянуть на историю, да, применения диуретиков, то, конечно, мы должны, в общем, говорить о чем? О том, что это самые, да, самые, можно сказать, древние с позицией XX века антигипертензивные средства. Вот именно тиозидные диуретики, поскольку именно на них остановились, как наиболее таких эффективных препаратах, они менялись, появлялись некоторые новые препараты, менялись дозировки, вот гидрохлортиазида такого основного нашего препарата в этой группе, ну, такого, в общем, стандартного, так скажем. И все менялось, да, но все остальные диуретики, они не вошли в вот этот, в эти основные классы антигипертензивных препаратов, а тиозидные диуретики вошли. И хотя в последние годы использовали еще и термин тиозидоподобные, но все-таки сейчас мы даже перестали так вот разделять их, тиозидные и тиозидоподобные диуретики, и в связи с этим можно говорить об общей группе тиозидных диуретиков. Но есть определенные принципы ведения, это должны быть желательно низкие дозировки, не должно быть выраженного диуретического эффекта. Мы, по сути, стараемся ограничить пациентов вот в дозировках, потому что именно с высокими дозировками связаны побочные эффекты. Что еще очень важно, вот я специально включила этот слайд, это было такое замечательное, очень интересное исследование у больных с сахарным диабетом, максимального, так скажем, риска, называлось оно Стена-2. И вот эту пирамиду как раз построили исследователи. И как вы видите, вот таким красным цветом, как базовую, как основную, как, в общем, рекомендуемую к наиболее частому использованию, они выделили комбинацию блокаторов ренино-ангиотензина-альнестероновой системы с диуретиками. Блокаторы кальтиоканалов как бы оказались, ну, в общем, несколько не в равных, по сути, условиях с диуретиками. И хотя сейчас мы все-таки говорим о равенстве таком достаточно реальных возможностях выбора либо той, либо другой комбинации, все-таки есть и апологеты того, что вот комбинация блокаторов рениновой системы с диуретиками – это более правильное решение, ну, так скажем, вот изначальное. И тут я даже могу сказать, почему, и в этом нет ничего такого страшного. На самом деле были такие рекомендации где-то, наверное, в 13-14 году, американские рекомендации по комбинированной терапии, где просто вот так вот прям черным по белому говорилось о том, что первый выбор у подавляющего большинства пациентов должен быть именно вот такой блокатор рениновой системы с диуретиком. И тут связано это, как мы, в общем, понимаем, с вопросом эффективность-стоимость, да? Вот это вопрос, который иногда мы как-то стыдливо прикрываемся и говорим, стараемся не акцентировать внимание, но эта проблема есть. Если мы говорим не о конкретном пациенте, а если мы говорим о государственных задачах, о лечении в популяции, которая должна снизить и сердечно-сосудистую заболеваемость, и смертность, да, вот в целом по всей категории пациентов, то, в общем, это правильное решение, потому что в данном случае стоимость-эффективность более оптимальны вот в этом варианте, чем при комбинации с блокаторами кальциевых каналов. Это немаловажный такой момент, и я думаю, что в этом ничего такого, в общем, нет страшного обсуждать это и говорить об этом. Хочу также сказать о том, что диуретики, вот теозидные диуретики, они вот за 40 лет, по сути, своего применения, и даже уже больше, показали себя такими, ну, в общем, замечательными препаратами. Вот то, о чем мы говорили, и в этом слайде указана, вот низкая стоимость, да. Да, есть побочные эффекты, мы сейчас о них скажем, но вот субъективные такие побочные эффекты почти отсутствуют, потому что в данном случае, например, речь идет о частном мочеиспускании, они такого не дают. Очень много возможностей для комбинированного применения. И вот такой важный момент, когда оказанное влияние на конечные точки, и вот есть такие гигантские такие исследования, одни из важнейших гипертензиологий, Алхат, Эдванс, Хайвет, вот они, собственно, и показали, что лечение на основе теозидных диуретиков дает прекрасный результат при разных состояниях. Ну, и еще, конечно, хотелось бы вот отдельно обратить внимание на эффективность. Дело в том, что такое мнение существует. Вот мы в свое время в рамках программы Аргус проводили анкетирование врачей, и вот многие врачи говорили о том, что они не применяют диуретики, потому что они обладают недостаточной эффективностью именно гипотензивной. На самом деле это не так. Вот если посмотреть на метаанализы и на некоторые сравнительные исследования, то совершенно четко видно, иначе бы они не прожили столько лет, 40, 50, 60, как вот мы сейчас это видим уже, да, обладают диуретики, ну, можно так сказать, ну, если не максимальной, то, по сути, ничем не уступающей эффективности вот таким препаратам, как антагонисты кальция и блокаторы ренино-ангиотензиновой системы. Есть вот и результаты исследований, такие тоже знаковых исследований, ЮКПДС с диабетом, ЛАЙФ с гипертрофией миокарда. Вот в этих исследованиях, по сути, достижения целевых цифр, посмотрите, даже вот таких, которые были в те годы, да, оно фактически было возможно все-таки только в тех случаях или в большей степени в тех случаях, когда использовались диуретики. Ну, и вот я уже упоминала программу Аргус, эта программа, мы принимали в ней участие, и мы обнаружили, что вот при анализе причин недостаточного контроля давления, что недостаточная частота назначения тиозидных диуретиков зачастую и есть причина того, что не достигаются целевые цифры. Вот если мы посмотрим на вот эту вот замечательную картину, то мы увидим, что, по сути, вот теозидные диуретики, чем такие вот интересные для нас в смысле достижения контроля. Вот если мы назначаем теозидный диуретик, то абсолютно достоверно чаще достигается целевое давление, чего нельзя сказать про другие препараты, да, даже и про антагонисты кальция, даже и про блокаторы ренино-ангиотензиновой системы. То есть вот в этом плане мы, по сути, всё-таки должны быть уверены, что наши препараты требуют комбинации с диуретиками в очень многих случаях. Ну вот эта программа Аргус и Аргус-2, она была связана вот с теми анализами, о которых я сказала, и с использованием такого теозидного диуретика, как индопамид. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что индопамид – это препарат, имеющий разные такие направления действия. Я вот всегда ещё говорю о том, что если вспомнить, как он синтезировался, вот изначально он синтезировался, по сути, как блокатор кальциевых каналов, как ни странно, но затем вся вот эта вот конструкция перешла в его замечательные разнообразные действия, но в рамках именно теозидоподобного диуретика. Речь идёт о том, что помимо непосредственного диуретического действия, важного тоже, тоже неоднородного, есть ещё и воздействие на сосуды, в принципе, очень напоминающее то, что делают блокаторы кальциевых каналов. Ну, хочу напомнить, вот тоже эти исследования, они проводились на основе индопамида, правда, ситуации были разные, где-то первым препаратом был блокатор рениновой системы, а где-то даже и сам индопамид. И затем присоединялся второй препарат или сразу использовалась комбинация. Всё это пациенты очень высокого риска, это старческий возраст, это сахарный диабет, это церебровоскулярные заболевания и инсульт. Мы сегодня знаем, что такой препарат есть, мы работаем с ним, но вот знаем мы и то, что фиксированная комбинация с индопамидом есть только с ингибиторами АПФ, а вот фиксированных комбинаций индопамида с сартанами, которые чаще сейчас используются, вот в силу того, что у них, как я уже говорила, меньше побочных эффектов, лучше приверженность, вот их нет отсюда. Когда мы используем фиксированные комбинации, ну, вот этот просто восхитительный, по сути, препарат, представитель класса, просто выпадает из возможностей нашего применения. Вот почему я и говорила о том, что, конечно, есть возможности, она должна реализовываться, использование и свободных комбинаций, там, где это нужно. Ну, мы сегодня как бы знаем, что двигаясь по этажам сердечно-сосудистого континуума в отношении пациентов с артериальной гипертензией, первый этап – это только факторы, или первый этаж – это факторы риска, а вот второй этаж – это поражение органов мишени. И вот поэтому сегодня использование препаратов, реально влияющих на самые такие неприятные поражения органов мишени, это очень важная часть нашей деятельности, именно выбор препарата, способного снижать и частоту развития или вызывать регресс, поражение органов мишени. Ну вот, если говорить об эндопамиде, то он отличается от, вообще в целом, от возможностей класса тем, что он очень хорошо может влиять на гипертрофию левого желудочка, хотя мы знаем, что как бы максимально влияние оказывают блокады рениновой системы и антагонисты кальция. Но если говорить конкретно об эндопамиде, то он способен влиять на гипертрофию, это очень важно, потому что на самом деле огромное число пациентов наших с гипертонией имеют вот такое, к сожалению, такое поражение, как гипертрофия левого желудочка. Еще хочу как бы обратить внимание на то, что опять-таки жесткость сосудистой стенки, которую можно определять как с помощью определения скорости пульсовой волны или индекса КАВИ, или центральное давление, или индекс агментации. Разные истории здесь использовались в разных исследованиях. Но опять всегда разговор о чем? В том, что как классы лучше действуют блокаторы рениновой системы и антагонисты кальция. Ну вот, пожалуйста, если говорить конкретно об эндопамиде, то он оказывает влияние ничуть не хуже на жесткость сосудистой стенки, а ее сейчас признают как один из самых важнейших факторов, влияющих на продвижение сердечно-сосудистого континула. Он на самом деле ничуть не хуже, чем антагонисты кальция и блокаторы ренино-ангиотензиновой системы. Ну вот и кардиопротекция, и нефропротекция очень важна. Мы два слова еще про это скажем, но по сути вот как раз в исследовании ДВАНС, там где была ситуация такая вот достаточно серьезная как сочетание диабета с нефропатией, влияние оказалось именно эндопамида очень таким значительным. Ну и вот как вы видите, вот здесь такая сборная таблица, где показано, что влияет и на маркеры ХВП, и на гипертрофии, и на эластичность аорты, и так далее, и так далее. Еще о чем как бы тоже можно сказать, ну, наверное, о прогрессе. Мы вот тут безусловно должны понимать, что использование конкретно эндопамида в комбинированной терапии, по сути гипертензия, оно способно профилактировать развитие инсульта. Это важные моменты, и вспоминать их всегда надо, когда мы назначаем этот препарат. Однако, как и все препараты, которые, по сути, действуют, ну, может быть, сортаны в основном у нас так выбиваются из этого перечня, вообще почти не вызывающие побочных эффектов. У теозидных диуретиков есть, конечно, побочные эффекты, и такие довольно важные эффекты это гипокалиемия, гипомагниемия, гиперурекемия, влияние на параметры метаболизма, уровень глюкозы, липидов, ну, и некоторые другие моменты. Надо сказать, что все эти, так сказать, побочные эффекты, ну, конечно, в максимальном выражении имеют отношение к высоким дозам. Но в то же время все-таки надо понимать, что вот особенно влияние на метаболические параметры это такая серьезная история. Почему? Да потому что у нас огромное количество пациентов с артериальной гипертензией, ну, с метаболическим, так скажем, нездоровьем, да? Это либо метаболический синдром, там, предиабет, дислепидемия, либо это даже просто диабет. И вот исследования, которые проводились, и сравнительные, и всякие другие, показывают, что вот та комбинация, которую мы сегодня, по сути, обсуждаем, это блокад роженин-ангиотензиновой системы с эндопамидом, она не опасна. Вот что очень важно. Она не дает нам такого какого-то отрицательного, возможно, результата, и мы спокойно можем эти препараты использовать у таких пациентов. Ну, и также в отношении вот эндопамида были исследования тут с оригинатором, и, конечно, очень важно, что и уровень калии, и уровень натрия снижается, в общем, не так значительно. Но в отношении мочевой кислоты тут надо признать, что если у пациента есть подагра, все-таки эндопамид, как и другие препараты из группы театитных диуретиков, мы не применяем. Но есть и другая сейчас сторона медали, о которой много говорится, это так называемая бессимптомная гиперурекемия, то есть беспоражение суставов, тканей таких вот в виде кристаллизации. И вот в этой ситуации с осторожностью именно эндопамид можно использовать. Нет абсолютного противопоказания. Ну, есть, как я уже говорила, оригинаторы, есть качественные воспроизведенные препараты, одним из которых, вот и даже можно его отметить, как такой наиболее для нас интересный вариант, является эндап. Ну, вот если говорить о том, что может быть самые-самые низкие дозы, да, в этой делимой таблетке, конечно, это важно. Несколько слов о месте эндопамида в монотерапии. Дело в том, что только две категории нам предлагается лечить монотерапией, но и одна из этих категорий – это пациенты старческого возраста. И вот тут я, конечно, хотела бы, во-первых, вспомнить про исследование Хайвет, да, но и про оценку статуса пациентов. Тут вот для нас очень важно смотреть, есть ли синдром старческой остеянии, вот этот опросник, который наши коллеги создали, он очень такой скрининговый, он подходит, да. Вот, конечно, при синдроме старческой остеянии просто даже 100% мы только начинаем с монотерапии. Но спрашивается, с монотерапией каким препаратом? И вот тут, конечно, исследование Хайвет. Мы сами принимали в нем участие. Это были пациенты старше 80 лет, и это были пациенты, у которых именно на основе эндопамида проводилась терапия, и огромное большинство этих больных было, как бы оставалось на монотерапии эндопамидом, но некоторым мы добавляли ингибиторы АПФ. И вот тут вновь хочу обратиться к препарату Эндап, который просто прописан вот в этих наших таких, ну, консенсусном таком документе артериальная гипертония у пациентов старших возрастных групп. И это очень важно понимать, что нам интересен препарат за счет низких доз и за счет того, что это эндопамид. Вот он единственный показал такой замечательный результат у пациентов старческого возраста. Ну, на втором, как я говорила, и третьем этапе тоже все понятно. Ну, например, пациент получает комбинированную терапию, фиксированная комбинация блокатора Рениновой системы и антагонист кальция, нам нужно добавлять препарат третий, а это четверть пациентов, как минимум. Конечно, в этом случае совершенно логичнее отдавать предпочтение вот в средстве того, о чем я говорила, именно эндопамиду. То есть это будет уже такая полусвободная комбинация. Ну, были вот такие исследования, и они проводились и с эндопамидом, и они показывают, что, конечно, вот этот третий этап очень важен. Вот видите, какой момент. Многие больные продолжают получать двухкомпонентную терапию, а на самом деле они нуждаются в трехкомпонентах. В самом деле. Я заканчиваю. Ну, и, да, и, естественно, речь идет о лечении резистентной, да, гипертензии и о том, что в данном случае мы можем поменять диуретик или его добавить. Но я думаю, что говорить о хронической так вот болезни почек особенно не имеет, конечно, смысла, потому что тут, по сути, все и так ясно. И мы можем, завершая это наше, так сказать, обсуждение, и мои эминесценции, и всякие размышления на основе рекомендаций, сказать так, давайте вспомним, что для нашей терапии одним из важнейших антигипертензивных препаратов является тезидная диуретика, а среди них очень эффективным является эндопамид. Благодарю за внимание. Так, спасибо большое. Вот тут вопрос, можно ли сочетать эндопамид с другими диуретиками? Не влияет ли эндопамид на дегидротацию хрящевой ткани у пациентов старше 80 лет? Что-то в завершении, да, как-то прервалось. Ну, все понятно, и я завершила. А, еще раз вопрос. Да, завершила. Можно ли сочетать эндопамид с другими диуретиками? Не влияет ли эндопамид на дегидротацию хрящевой ткани у пациентов старше 80 лет? Первый вопрос. Вообще нам совершенно не нужно сочетание одноклассовых препаратов. Это относится и к другим исследованиям, и к другим классам. Но если говорить о резистентной гипертонии, то там, конечно, возможности есть для добавления спиронлактона, эплеринона. Это один из этапов. Вот в этом плане – да. Насчет хрящевой ткани, честно говоря, ничего не могу сказать. И поскольку это не есть какая-то такая явная история, думаю, что нет. По крайней мере, в исследовании Хайвет ничего подобного не было обнаружено, хотя там очень были такие исследования интересные, в том числе и на деменцию, и на состояние костной ткани. Там был этот фрагмент в исследовании Хайвет. Там не было этого обнаружено. Еще есть какие-то вопросы? Ну, наверное, единственное все-таки противопоказание, которое нужно запомнить, это гиперурекемия. Да, падатра. Это 100%. Ни в коем случае не назначено. Тут реально. Да, что 5% взрослого населения, даже не скажу старших взрослых, а взрослого населения, имеет гиперурекемию, которая может обостряться на фоне тиозидных. Даже вызываться может с тиозидными диуретиками. Есть такая, да, вторичная? Нет, ну я понимаю, да, но просто врачи должны об этом помнить. Да, и если, не дай бог, у кого-то начинаются суставные проблемы на фоне диуретиков, то проверьте на тему подачи. Не мне вам рассказывать. Да, 100%. Мы любим эту тему. Вот. Ну что, я думаю, у меня, честно говоря, вот есть такое тайное подозрение, что вообще диуретики в какой-то момент станут препаратами номер один. Я абсолютно знаю. Я, собственно, если бы мой лейтмотив моего сообщения был именно такой, что незаслуженно их вот немножко так вспихнули с аванса. Ну, потому что много всякого другого, но рано или поздно, я думаю, что мы вернулись к стокам, что называется. Так же незаслуженно забыты препараты центрального действия типа клофелин. Ну, по сути, они тоже в свое время были такими активно используемыми. Ну, сейчас они начинают возвращаться, как вы знаете, в рекомендациях появились. Вот. Хотя много лет назад там, ну, уже теперь много лет назад все кричали, да что вы, какой клофелин, да по нему нет доказательств. Да вообще, вот надо там... С доказательствами все тоже, конечно, так. Они, вот знаете, я только одну вещь скажу. Вот Манчей был здесь, когда вот они, европейские рекомендации, встреча была с ним у нас. И мы его спросили, а почему вы выбросили толщину интимомедиа-то из поражения органов в мишени? А он и говорит, ну вот, вот тогда посмотрели, суммировали, там не оказалось, вот влияние и так далее. И потом он вдруг говорит, ну, может, потом все и появится. И вновь вернется. У меня тоже есть такое ощущение, что все возвращается. Ну, хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо вам за приглашение. Спасибо.